дорогие всем привет вы просили я сделал пока x3 против силу ми-ми 10 ой извините что так долго пришлось вам ждать первый вышел пока из 7 недавно 7 10 многие просили сравнение двух этих аппаратов потому что приблизительно они равны но после просмотра этого видео вы поймете в чем разница между двумя этими смартфонами стоит ли избавляться от пока x3 и переходить на 10 ай либо остаться на пока x3 компании сиуми наступает сама себе на пятки выпуская смартфоны похоже один на другой напомню что пока это дочерка компании сиуми в целом два этих смартфона очень даже хороши и любой из них не стыдно никому предложить для покупки и помните друзья на этом канале уникальный контент на ютюбе такого больше нет поэтому подписывайся ставь лайк и репост не это видео а мы начинаем начну я с комплектации в первом случае пока x3 телефон зарядка кабель мануал скрепка и чехол в втором случае все то же самое телефон зарядка кабель мануал скрепка и чехол все друзья стандартно аналогично лады далее разница гораздо интереснее это батарея в первом случае 5160 миллиампер час то есть пока x3 перепрыгнул планочку в 5000 миллиампер час хотя совсем не намного а втором случае это 4820 миллиампер час плюс-минус неплохо но до 5000 конечно не дотянулся в целом разница по миллиампер час между двумя этими смартфонами состояла 340 миллиампер час много это или мало решать конечно же вам если бы об этой разнице заявили лет 10-12 назад наверное это была большая разница сейчас на самом деле это не оказывается сильного влияния а вот когда я был маленький мой батя не звонил копам и говорю что наш дом грабанули по зарядке друзья все отлично в том и другом случае мощная зарядка на 33 ватт для бюджетников этих уровней зарядочка друзья прям вообще в порядке потому что заряжает быстро тем более батарея как вы понимаете здесь большая далее экран первом случае ps 667 дюймов футбе плюс разрешение и 120 герц во втором случае до 667 дюймов айпи с фулзи плюс разрешение 120 герц вообще золотой стандарт 2021 года выполнен в одном другом случае 120 герц айпи с матрица это же здесь особо никакой разницы нет защищены они по типу corning gorilla glass 5 поколения экрана у смартфонов отличный шим здесь отсутствует потому что здесь и ps матрица и она как правило без шима в смартфоне есть обычная яркость и авто яркость причем если вы используете ручной режим то максимальной яркости у вас всего лишь 455 нет а если вы устанавливаете авторежим то автоматическом режиме на максимальной яркости она составляет 620 не то есть гораздо больше и в принципе на свету на солнце можно смотреть на экран и это не раздражает не надо будет выглядываться в экран в этом плане над смартфонами и надо и ps матрицами конечно поработали это круто спасибо ну и конечно 120 герц отличный формат тоже отмечу что 120 герц не везде работают как правило этот режим используется в играх и если вы допустим ли сайте рабочий стол в этих двух вариациях есть 120 герц если вы смотрите youtube смотки но и так далее то как правило 120 герц отсутствует даже если они у вас принудительно выставлены стоит ли этого пугаться этого пугаться не стоит потому что как правильно фильмы контент или даже те же самые фотографии когда мы смотрим на мне нужно такая повышенная герцовка но для игр эти смартфоны конечно же очень даже приспособлены потому что 120 герц будет реально выручать и сверху здесь еще накинули 240 герц частота отклика экрана далее по размерам в первом случае 165 и 3 на 76 и 8 9 и 4 215 грамм весит смартфон во втором случае 165 и 4 на 76 и 8 9 и 0 215 грамм весит смартфон если говорить об эргономике двух этих смартфонов то плюс-минус они одинаковые хотя в целом я хочу сказать что это не сами эргономичные смартфоны 2020-2021 году это достаточно большие лопатообразные смартфоны если вы планируете покупать смартфон допустим ребенку обратите на это внимание зайдите в магазин и примеритесь потому что для ребенка это реально будет очень большая такая лопата она в целом с этим уже свыкаешься потому что размеры как правило идентичные для 2021 года далее еще более интересное это начинка в первом случае snapdragon 532 это 8 нанометров адрена 618 6 гигабайт оперативной памяти lpd 4x и я взял версию на 128 гигабайт здесь она и фс 2.1 в целом это уже очень даже неплохой для 21 года набор потому что этого очень даже хватит для игр и всего остального в antutu примерно 300 на 1000 баллов выбивает года два с половиной назад такие показатели были у флагманских смартфонов а сейчас вот на среднем бюджете но втором случае все гораздо лучше и веселее потому что здесь 750 snapdragon тоже по 8 на метрам построен адрена 619 то есть более улучшенная версия 6 гигабайт оперативной памяти lpd 4x и вот самое главное 128 гигабайт и уфс 2.2 то есть внутренняя память здесь более разогнана а как вы понимаете от внутренней памяти зависит общая скорость смартфона потому что в принципе на ней все завязано и поэтому в antutu он набирает примерно 350 тысяч баллов это уже вообще отличные показатели для этого смартфона поэтому если вы любите играть то эти смартфоны подойдут для игр но как вы понимаете это не самые мощные смартфоны но за свой ценник я думаю что это очень адекватная производительность вот за что всегда любил григорий он был оптимистом он все еще думает что ксюша собчак выйдет за него замуж представляете по поводу карт micro sd в первом втором случае обычный комбо лоток не тройной к сожалению и добираемся до самого интересного это камеры в первом случае в камеру от компании sony imx 682 на 64 мегапикселя апертура f1.89 13 мегапикселей ширик и два модуля по 2 мегапикселя во втором случае на 108 мегапикселей модуль от компании samsung h2 из cell f1.75 то есть сразу обратим внимание что цветосила во втором случае гораздо больше как и в принципе мегапикселей 8 мегапикселей ширик и два модуля по 2 мегапикселя фирменные фильтры которые присущи эпоху и конечно же не присущи компании сиуми можно снимать делать интересные интеграции снимки и так далее при желании можно накатить сюда google камеру и вообще принципе радость съемки в ночное время потому что там камера вытаскивает очень даже сильно сэлфи камера в первом случае на 20 мегапикселей во втором случае на 16 мегапикселей в целом камера на 108 мегапикселей плюс апертура f1.75 а что значит эта апертура значит цветосила цветосила здесь гораздо больше соответственно снимки будут получаться немного лучше но я думаю кардинальная разница если вы не профессионал то вы конечно же не заметите далее сканер отпечатков пальцев здесь они абсолютно одинаковые идентичные и расположены они на боковой грани срабатывает очень хорошо быстро и шустро к ним никаких претензий модули связи здесь есть совсем небольшая разница но она сильно нас не влияет nfc 4g bluetooth 5-го поколения gps usb type c это я говорю сейчас о покой x3 если говорить о ми-10i то nfc 5g поддержка сетей 5-го поколения bluetooth 5-го поколения gps usb type c это то смартфон присутствует на глобальном рынке и в принципе здесь тоже особо большой разницы нет потому что у нас 5g еще не работает поэтому эта разница нивелируется по звуку по звуку компании силами в целом весь концерн очень сильно порадовали в этом году потому что и там и там стереозвук реализован он одинаково то есть основной динамик и сверху разговорный получается друзья в принципе очень даже неплохо и за свои деньги это наверное самый лучший звук который может себе позволить далее по ценнику я беру самый минимальный ценник которые доступны по акциям и так далее то есть ценники могут разниться в зависимости от доллара курса доллара но я думаю друзья вы это все прекрасно понимаете я взял конфигурацию на 128 гигабайт чтобы разница была но более менее равная и цены примерно и 275 долларов за пока и 340 долларов за ми 10 и так в этом случае выигрывает пока x3 потому что ценник у него немного меньше и все что мне теперь нужно было это бабло какой вы может сделать по двум этим смартфонам и тот и другой смартфон достойны по моему мнению и пока x3 в данном случае гораздо выгоднее можно взять минимальную версию на 64 гигабайта и она обойдется примерно в 210 долларов если вы найдете его по скидкам купоном а также кстати проходить на телеграм-канал там есть скидки купоны на различные товары на алиэкспресс и на смартфоны то этот ценник нивелирует эту разницу очень даже сильно поэтому пока x3 действительно один из самых лучших смартфонов на сегодня в ми 10 и гораздо мощнее процессор видеоускоритель и внутренняя память также камера здесь немного бодрее все остальное плюс-минус одинаково но ценник 340 долларов это мы говорим сейчас тоже о глобальном рынке поэтому и тот и тот другой смартфон достойны давайте будем ждать появление редми ноут 10 может быть там что-то поменяется друзья с вами был я и скрабер всем хорошего настроения респект уважуха всем пока пока